Всем привет, с вами Элист Фон Блэк. Мы продолжаем проходить вампирдимус Крайд Блэдлайн с патчем 9.4+. В прошлой серии мы с вами победили нашего Катаяна, потому что я про него забыла, поэтому мы так поздно начали с ним разбираться. Мы сходили за второй частью кассеты, полюбовались на этих рукожопчиков, они нам очень понравились. Ну, сходили в особняк к Андрею и уже вышли, собственно говоря, в канализацию. Объясню, что я здесь делаю. Ну, в трубе. Да, эта труба вообще абсолютно рандомная, просто я сейчас вышла из того нашего изначального места и тут началась сразу же другая комбат-музыка и... Ну, и всё, собственно говоря. Как-то не очень хорошо, короче, получилось. Она меня слегка заглушала. Ну, по крайней мере, она заглушала мои мысли. Так, пушка. И вот этот блокнотик с чтения моего мы сегодня и начнём. Готовьтесь. Читать здесь придётся много. Чёрт, где он? А, вот. Похоже, это за... З... Записки. А почему это записки? Это больше на блокнот похоже. Это планшет. А, ну да, написано, что это блокнот. Отлично. Ладно. Похоже, это записки сотрудника Департамента водоснабжения Лос-Анджелеса весна 2004 года. А у нас, типа, сейчас зима, да? Или лето? Я хз. 24-е, понедельник. Сегодня начал проверять достоверность свидетельств о странных присутствиях в канализации. Начал с квадрата. Я помню, я читала в патче 9.3, прохождение за Носфирату. И я говорила, квартала. Нет, квадрата. Так вот, квадрата 13. После полудня перейду в 14-й и 15-й. В квадрате 13 все нормально. 25-й вторник. Квадрат 13 в порядке, но в различных точках 14-го и 15-го квадратов слышны неопознанные шумы. Связался с диспетчерской, чтобы узнать, не присутствуют ли в этом районе другие инспекторы. Подтвердили, что больше никого нет. Отметил квадрат координаты. Завтра проверю 16-й. И вот не страшно ему было одному переться вот в канализацию. Господи, что ты там забыл? Ладно. Среда 26-я. Странные шумы несомненно животного происхождения. Снова слышал в квадрате 16. Я видел нечто похожее на животное на пересечении тоннелей 64А и 64Б. Но дальнейшие поиски ничего не дали. Нашел странные отпечатки в грязи в углу тоннеля. Похожи на отпечатки рук, но в темноте сложно было рассмотреть их как следует. Четверг, 27-е. Найдены еще следы в тоннеле 73... Эээ... Д, наверное. Д. Да, Д. Они вели в проход, ведущий, похоже, в более старую часть канализации. Связался с диспетчерской. Узнать, нет ли у них планов старой части канализации. У них не было. Попросил совета, как действовать дальше. Велели завтра продолжить осмотр, приняв дополнительные меры предосторожности. Упс. Примотала. Да это твою ж дивизию! Восемь утра у нас было. Да, вот. Пятница, 28-е. Восемь утра. Начал осмотр старого района канализации этим утром. Снова видел то, что посчитал животным, хотя и не знал, как точно его квалифицировать. Кожа гладкая, почти как у рептилии. Я слышала его постоянно, словно оно следит за мной. Но эхо не позволяет точно оценить расстояние. Та же пятница, уже 9 часов утра, 15 минут. 15 минут десятого, короче. Не смог связаться с диспетчерской по радио. Так что не могу проверить. Не могу проверить. А что ж он не может такое проверить? Чем дальше я углубляюсь в старую канализацию, тем отчетливее становится запах. Наверняка недавним ливнем канализацию смыло останки какого-то животного. Продолжаю осмотр. Пятница, даже пятница, половина двенадцатого. Нашел источник запаха, похоже, это человеческие останки. Немедленно попытался связаться с диспетчерской, но не смог к ним пробиться. Возможно, тело принесло водой. Но раны огромные, рваные раны указывают, что животное недавно питалось телом. Я отметил координаты тела и немедленно возвращаюсь, доложить о найденном. Итак, это у нас... Как это расценивать? 22 минуты второго дня. Кажется, я заблудился в старых туннелях. Многочисленные попытки вызвать диспетчерскую закончились безрезультатно. Животные шумы, которые я слышал раньше, снова стали приближаться, и я опасаюсь, что за мной следят. В качестве меры предосторожности я достал из кобуры оружие. Полшестого пятница. Определенно заблудился, возможно, еще глубже забрел в старую канализацию. Что-то следует за мной. Я знаю. Не могу связаться с диспетчерской. Кончаются батарейки фонарика. Господи, помоги мне! Видел, тварь, какое-то чудовище. Клыки и кровь. Не могу... О, не могу выбраться. Свет кончился. Не могу ни с кем связаться. Пожалуйста, о боже. Что это за... Запись обрывается... Забрызганная чем-то, похожим на кровь. Нет, действительно, тебя, чувак, не понимаю. Зачем нужно было в одиночку переться в эту канализацию? Конечно, я понимаю то, что обычный человек, в принципе, ну, не справится с таким рукожопом. Ну, вдвоем-то можно было что-то придумать. Ну, хотя бы вдвоем. Можно было вообще целую делегацию организовать. Иди сюда. Ты ушел, чтобы я могла сказать, да? Пидрила. Блин, я забыла, что Вентуру не может пить из крыс. Так, а у нас же есть? Да, у нас есть. Чаша, ненависти. Ненависти к ее создателю. Мне вот интересно, Андрюха ее слепил или кто? Блин, я не показала вам, как он там четко стоял. Ну, ладно. Иди сюда. Также куда удобнее его бить, а? Чем если бы он на нас нападал. Крысятина. О, кстати, сегодня же мы не просто так идем. Сегодня я, скорее всего, мы еще раз пройдем по новой локации нашей канализации. Если вы помните, в 9.3 мы там проходили. И там я слегка зассал. Знаете, сегодня ничего не изменилось. И, скорее всего, там я буду читерить. Потому что это даже не слегка. Там реально, там, ну, уж слишком жестко. По крайней мере, для меня. Я не рассчитывала на такое, чтобы вот прям вот так вот. Выходишь, а там эта тварь. И там еще этот жирный. Власть и пыль. А что, улики? Канализация с призраками Зумурова на тела не найдены. Маскарад. Кто-то вырезал фотографию. Хотя, на самом деле, изначально у меня не было этого бага. То есть, там в 9.0, о котором я тут все говорю, не было этого бага. Для тех, кто сейчас недоумевает, расслабьтесь. Сейчас я вас еще буду мучить. Будем читать и этот блокнот тоже. Потроши, 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 потроши. Потроши для всего, что у нас есть. Так. Называется «В поисках Немо». А. О, боже мой. Нет, не этот. Нет, не этот. А, это раздвоение личности. Поняла. Журнал. Похоже на журнал ежедневных отчетов Лос-Анджелесского департамента воздоснабжения за 1972 год. Чем дальше, тем хуже называется. Вот. Значит, 3 марта 1972 года. Свидетельства о недавних странностях в системе канализации заставили мэра отдать указания вести ежедневный журнал, регистрирующий любую активность в секторах 453 по 500. Нижние канализации. Запись отчетов начинается с сегодняшнего дня. Записать нечего, но я хотел бы отметить, что считаю все эти россказни безосновательными и смехотворными. 10 марта тот же год. Оба инспекционных отряда не докладывали ни о чем примечательном на этой неделе. Хотя один индивидуум, возможно, склонный излишне часто прикладываться к фляжке. Отметил, что слышал нечто, что может описывать лишь как шепоты. В одном из труб в секторе 476. Несомненно, это все плоды его гиперактивного и не насквозь проспиртованного воображения. 17 марта. Нечего отметить, все в норме. 24 марта. События залихорадила после недавнего наплыва наблюдений в секторах 498 и 499. Их описывают как неясные фигуры, но свидетельства исходят от людей, которым я доверяю. Не считая обычных историй о подпольных сообществах бродяг и стаях одичавших слепых животных, я не способен найти объяснение этим наблюдением. Я присоединюсь к отрядам завтра, чтобы самостоятельно увидеть, что там происходит. 1 апреля. Никому не верю! Я спустился с отрядом в сектора для расследования и должен признать, что видел и слышал вещи, которые не могу объяснить. Неоднократно я слышал те самые ранее описанные шепоты и гнался по тоннелю за чем-то непохожим на призрачную фигуру, лишь за тем, чтобы, свернув за угол, упнуться носом в кирпичную стену. Похоже, отгораживающую более старые сектора канализации, по какой-то причине замурованные. Никого не было видно, хотя могу поклясться, что слышал смех, отражающийся от стен в темноте вокруг меня. Я буду вынужден сам сообщить эти сведения мэру в пятницу. В эту пятницу. Итак, эта пятница была 8 апреля. Мэр обязал нас не разглашать данные наших наблюдений, но пообещал в течение недели дать ответ насчет рекомендуемого образа действий. Делая запросы о старых записях и отчетах департамента водоснабжения, я столкнулся со странным сопротивлением. Похоже, их засекретили по приказу сверху. Что-то здесь не так. Ну и пятнадцатое марта. Вот так. Все. Получил ответ от мэра. Сектора с 475 по 500 будут замурованы. Таким образом, любые дальнейшие расследования прекращаются. У меня есть связи в администрации, и похоже, что подобное случалось и раньше. Существует нечто, что городской совет не хочет демонстрировать общественности. Мой знакомый больше ничего не смог сообщить. Разве что, если я придам это огласке, он будет все отрицать. 22 апреля. Секторы канализации завтра будут закрыты. Рабочие уже заложили кирпичом, ведущие к ним тоннели. Этот офис принадлежит к сектору 482, так что тоже будет закрыт. Поскольку никто не затребовал журналы, все записки и материалы также будут оставлены здесь, чтобы гнить среди призраков. Прошу прощения, но поскольку ни одно официальное лицо не прочтет эти записи, я решил, что могу сегодня выразиться драматически. Журнал закрыт. Ну и я просто не могу не отметить то, что первый журнал, который мы прочитали, ну не журнал, блокнот, это было вот про вот этих наших головожопиков. Потому что, ну, на этом уровне мы больше здесь никого не видим. А второй журнал уже про Носферату. Нарушают маскарад, гады. Иди сюда. Че ты бегаешь? Да ты гонишь. Ну что, как вы думаете, получится у меня сейчас это сделать? Ну, открыть проход на секретную локацию. По-моему, я не туда иду. А нет, туда. О, смотрите, есть люк. Шикарненько. Давайте здесь сохранимся. Сохранение вообще еще никогда никому не вредило. По-моему, я всегда это говорю. Так-с, давайте-ка, короткий путь. Насколько я помню, он должен привести нас прямиком к Носферату. Если я правильно помню пароль. Там Си... Сам, по-моему. Нет? Неправильный. Нет? Насколько он требует? Че-то я даже не посмотрела про навык. Пять. Ща, погоди. Мне было чем прокачаться. Блин, восемь. Че-то я не могу. Ну ладно. Господи, вдох-выдох, заходим. Стрёмная такая вещица, в общем, на самом деле. Большинство членов Шабаша презирают вампиров комарили, которых они считают трусливыми, слабаками, не способными принять свою природу хищника. Господи, дайте мне ещё раз сохраниться. Не знаю, меня это место как-то пугает даже больше всей самой канализации, то есть, ну, неизвестность, она сама по себе пугает, хотя, в принципе, здесь и так уже всё известно. Ну вот, мы, собственно говоря, здесь приземлились. И музычка здесь другая. Ой, дайте я здесь обойду. Ой. Вот так, да, хорошо. Он рычит. А-а-а-а. Или не это лучше? Хотя, что может быть лучше, а? Короче, если что, то я набираю ноу-клип. Потом ничего-то действительно стрёмно. Я даже не помню вообще, что здесь надо делать. И как? Окей, ладно. Здесь больше ничего не надо повернуть. Может быть, здесь есть что-нибудь? Господи, реально как-то очень стрёмно. Реально как-то очень стрёмно. Это, по-моему, единственное место, которое мне нравится. Вообще, вот, все это новые локации. Что это за скрип такой, мне интересно. Господи. Р-р-р-р-р-р-р. Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р. Давайте лучше сохранимся. Вот вроде бы она там всего одна. Но вот знаете, вот когда резко так от головожопиков переходишь вот к этой вот. Я вооружённый, очень опасен. Как вы думаете, мы сможем проползти? Тут даже, смотрите, даже нет никакой площадки для стрельбища. Пожалуйста, взломай. Понять, простить, забыть. Тут, по идее, быть никого не должно. Просто прыгай вниз и очутишься на нашем берегу. Вниз на случай, если захочешь попасть внутрь, минуя босса. Митник. А что, как-то ещё здесь можно попасть внутрь? Окей. Просто прыгай вниз. Давайте сделаем это красиво. Вот так. В пелену. Ну да, мы сейчас, по идее, должны уже сразу на спирату оказаться. Это действительно короткий путь. Называется для тех, кому надоело ходить через всю канализацию. Это божественная музыка. Шёпот. Кости кружатся, мелодии, слова капают дождём. Знаете, моя дурацкая идея про фотообои с вот этим вот местом? Она не исчезла. Странник. Странники любят тебя. Ау. А я люблю странников. Отведаю трупы с духовки с приправами и шерстью. Ммм, Дести. Хе-хе-хе. Ладно. Посмотри-ка на это. Склонился как телёнок перед мясником. Но я не склонялся. Я не склоняемый Вентру. Чёрт, как я обожаю это место, а. Я знаю, что я всех бешу каждый раз говорить об этом. Я обожаю это место. Я знаю, что я иду не туда. Я просто чисто посмотреть залез. Чем-то очень похоже на мою комнату. Тоже свалка всяких пень. Души завёрнуты в гнилые лохмотья. И отец танцует во тьме. Неудачное место выбрала для прочтения. Ни хрена не видно. Блин, так обожаю. Так обожаю это место. Обожаю, обожаю, обожаю. А ещё моя очень обожает, ну, как сказать, в кавычках, конечно же. Обожает прыгать в эту жижу. Пусти на сало жирного палача. Я смотрю, здесь украинский вентру есть. Отведай труп из духовки с приправами и шерстью. Это мы уже читали. Украинский вентру. 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 Наспиратов. Кости кружатся в мелодии, слова капают дождём. Ну, это уже по второму кругу пошло. Кладбище ускользает, застывая у двери. Что за... Эй, ты что, сейчас пытался отследить меня, да? Хорошо, получи. Ага. Надеюсь, ты забэкапил данные своего сервера. Босс действительно охренеет, когда его мамаша начнёт получать любовные письма от порно-сайтов. Но как можно получать письма от сайта? Их же пишут люди. Ладно, ладно, не буду я спорить об этом. Эм, привет. Чего? А, да, секундочку. Бог ты мой. Ты что, издеваешься? Ты чем пользуешься для обеспечения здесь безопасности? Фигней... Фигней 80? Парни, есть такая штука. Шифрование. Это слишком просто. Я мог бы снять тебя с крючка, но глупость всегда пробуждает во мне засранцев. Ай-яй-яй, митник. Эй, там. Эм, да, одну минуту. Нет, нет, не стоит беспокоиться. Просто безвредное письмо. Никаких саморазмножающихся вложенных вирусов или чего-нибудь в этом духе. Ха-ха. Ёлки. Да ты действительно открыл его. Не могу поверить, ты только что открыл его. Что за тупой урод просто так открывает? Ммм, я зайду попозже. Чего? А, да, извини. Я митник. Я отвечаю за компьютерные системы сетевой безопасности и все такое. Ты новый малыш, верно? Паренек Лакруа, я удивлен, что тебе удалось сюда добраться. Ммм, удивлен? Что ты имеешь ввиду? Я следил за твоим продвижением по камерам. Ты неплохо справился там в канализации со всеми этими чудными юдами. Это смотрелось как паршивый стиклок гуманоидным тварям-каннибалам из канализации. Ты забавный парень, мне нужно узнать, где Гэри. Да, он знает, зачем ты здесь. Лакруа должно быть в ярости, но я надеюсь, ты здесь не ради расплата. Лакруа лучше не связываться с Гэри. Есть у него шериф или нет? Мне нужно ему просто поговорить, где я могу его найти. Его комната прямо в конце коридора. Ты, возможно, найдешь его там. Или, может, он тебя найдет. Ммм, давай поговорим, а? Я для этого сюда пришла. Так, расскажи мне об этом месте. Ой, не то. Промазала. Так. О чем? О подземельях? Да ничего особенного рассказывать. Тут живет только горстка нас, старающихся держаться вне поля зрения. Тут не слишком уютно, но это дом. Гэри здесь главный. Заказывают музыку. Это место выглядит довольно пустым. Нас больше, чем ты думаешь. Мы вокруг. Ты не увидишь большей части выводка. Но они будут следить за тобой. Ну и вот, да. Ухо шепчет мне. Здорово. У меня тут есть еще вопросы. Скажи, чем ты занимаешься. Я? Я? Как я уже говорил, я тут отвечаю за технику. Обеспечиваю связь с внешним миром. Гэри хочет, чтобы я был поближе к улице. И в то же время предполагается, что я модернизирую шаре... В смысле сеть. Что, модернизируешь? Что ты хотел сказать? Нет, ничего. Забудь об этом. Как я уже сказал, просто обычная сеть. Ладно. Так, чем ты занимаешься? Мы пытаемся установить несколько сетевых хабов в городе для ненадежности на случай чрезвычайных обстоятельств. Но Гэри не хочет, чтобы кто-либо выходил наружу, пока это дело с лапруа не уляжется. Так что все это просто зависло в воздухе. Ммм... Может я могу помочь? Да, ты займешься этим. Ты чертовски меня выручишь. Я могу кое-что подкинуть тебе за это. Неплохо тебе заплачу. У меня есть всякий товарец. Я в деле, что делать? Что ж, мне нужно немного времени, чтобы кое-что организовать. Технические детали. Я пришлю тебе в твою верлогу письмо и сообщу в нем, что тебе нужно сделать. Пока это все, что тебе требуется знать. Хм... Амитник, как ты здесь очутился? Я? До этого я был хакером. Хорошим, между прочим. Не было такой системы, которую я не мог бы взломать. Телко... Диоуди... Назови любую. Однажды я отправила президенту по электронной почте все коды для активации ядерных ракет. Ха-ха... ФБР в штаны наложила. Ну и однажды я наткнулся на эту систему. Полностью закрытая, с невероятным уровнем защиты. Я спалил три ноутбука. Пытался взломать ее. Я работал над ней месяцы. Мало спал. Я почти сдался. Но в одну прекрасную ночь я все же взломал ее. Круто. И что же это было? Это была база данных на Сферату. Она даже не была особо важной. Вероятно, это была единственная причина, по которой мне удалось взломать ее. Покопался в ней немного. Потом меня выкинуло и отключило. И угадаю, кто появился перед моей дверью два часа спустя. Гэри. И вуаля, вот он я. Вуаля, Юрея. Ну и как не жизнь с тех пор? Ты шутишь? Мне нравится это дерьмо. Я имею ввиду, мне уже не выиграть на конкурсе красоты. Но я и раньше не выглядел не очень. Зато теперь я получаю все новые клевые игрушки. Плюс я буду жить вечно. Неплохая сделка, по-моему. Действительно. Улейбаски. Ладно, спасибо за рассказ. Мне пора. В общем, митник у нас доволен. Где у нас эта эмалия? Откуда мы пришли? Ага, я все поняла. Я знаю, что я иду не туда. Но здесь должен быть пакетик. Сначала пакетик, потом эмалия. У нее так приветливо открыта дверка. Окей. Сука, не могу поверить, что она в этом месяце на обложке Гламореллы. Кто на обложке чего? Да ты только глянь на нее. Жирнющая. Зубы торчат. А ее кожа? Она что, лицо с сырной теркой трет? Ну, может быть. Хе-хе-хе. Хотя тогда у нее, я не знаю, было бы, наверное, хуже, чем у меня руки. Потому что у меня дома кот. Потише, ковбойша, ты тут о ком? Да кто-нибудь вообще знал эту тауни-сейшн до того, как я ушла со сцены. Она по-прежнему бы белье для виви-секса рекламировала. С трудом заколачивала по 10 баксов. Будь я все еще при делах. Ррр. Ррр. Хе-хе. Кстати говоря, я начала раздачу магнитиков. И там есть магнитик с омолей при жизни. Просто кто-то что-то... Кто-то что-то... Что-то никто вообще об этом не писал. Ну, только те, с кем я еще вообще заранее договаривалась. Так-то. Меня это на самом деле печалит. Вроде бы много кто хотел. И вы все куда-то сдулись. Окей. Кто это тауни? Тауни-сейшн это недоделанная девочка с обложки без капли. Какого-либо таланта. И с паршу маленькими коленками. Ты знаешь, что ее назвали моделью года? Пока я не оказалась здесь, она с трудом могла пробиться в каталог Жака Пена. Пене. Весело. А ты кто? А, да. Ты, наверное, не узнал меня за всей этой фигней из техасской резни бензопилой, которая у меня теперь вместо внешности. Меня зовут Эмалия. А почему ты ненавидишь тауни? До этой славной маленькой сменой имиджа я была моделью. Я была повсюду. ТВ, журналы, афиши. То есть я была модной. Очень модной. И я это знала. Вот почему Гарри решил пригласить меня в свою маленькую уродливую семейку. Гарри тебя пригласил? У нас пирату извращенное чувство юмора. Иногда они полагают, что их жертв в данном случае у меня. Призвуток тщеславия. И им надо поднести важный жизненный урок. Понимаю, что же произошло. Ну, я как раз получила звание от журнала Гай, стопудового, самая горячая тёлковая обитаемая вселенной. И когда вернулась домой после церемонии награждения, глянь только, Гарри сидит на моём диване со стаканом мартини в руке. А в остальном можешь сам догадаться. И ты усвоила этот урок? Да, урок такой. Жизнь холодная, жестокая сука. Так что тебе надо стать такой же. Тебе понятно? Не хочешь это записать? Хотя, в принципе, можно было бы принести ей журнал. Мы ведь потом можем взять у неё ещё квест про камеры? А то я что-то всегда камеры беру. А можно и журнал принести. Денег у нас, в принципе, нормально. Запиши лучше это. Купи себе крем для лица. Что ты сказал? Никто не смеет разговаривать со мной так. Я эмалия. Ты слушал меня? Эмалия! Нет, ты язва. Чего? Убирайся отсюда к чёрту. Немедленно и больше никогда не возвращайся. Говори это, а не выплёвывай. Прощай. Мне вот интересно, мы вообще сейчас квест получим от неё или нет? Хе-хе-хе. То я чувствую, я перестаралась. Ну ладно. Я перестаралась совсем. Меня прикалывает, как она так ругается. Ну, может быть, в следующий раз. Ну, либо я переиграю уже без вас и возьмём квест с журналом. У меня такое ощущение, как-то сзади нас кто-то идёт. Либо у него просто такая летящая походка в разные стороны. Посмотри-ка на это. Склонился когтелёнок перед мясником. Это мы уже читали. Как-то по-хорошему. Я уже отсюда музыку слушаю. Посмотрите лучше вот на эту лампочку. Так как сегодня мы с Гарри уже не поговорим. Она висит в воздухе. Не знаю, видно вам это или нет. Вот сейчас мы к ней подойдём. И, чёрт возьми, на чём она держится? Даже не знаю, с какой стороны вам её так показать-то. Во, вот так хорошо будет видно. Чёрт возьми, на чём она держится? Ладно. На этой прекрасной ноте серию мы нашу завершим. Всем спасибо за внимание. До скорой встречи. Так. Будем считать это моим бонусом. Зацените, как она дышит, а? Ну, мы здесь находимся не просто так. Она, кстати, нас не будет видеть. Так что не стрёмно так. Так-то по-хорошему. Но я не просто так сюда пришла. Я вот чё поняла. Посмотрите. Мы вошли вот здесь. Оу. Что это? Открывает решётку. Нет. Что-то зачем здесь этот рычажок? Непонятно. Так вот. О чём это я? Ах, да. Вот смотрите. Вокруг неё набросаны тела. Красавчики. Опа. Где моя вторая половинка? Так вот. Смотрите. Вокруг неё набросаны тела. И, в принципе, от неё как бы, ну... Ой, уж простите меня. Можно совершенно спокойно убежать. Потому что вряд ли она будет за нами гнаться. То есть. Ща. Ща мы. Ща мы это проверим. Вот смотрите, что она делает. Так вот. Шмяк. Так вот, шмяк. Ой, 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 ой. Ой, меня не надо бить. Не-не-не-не-не. Ох ты ж, блин, как мы её хорошенько так... О, здорово! Туц-туц-туц-туц. Ха-ха-ха. Субтитры сделал DimaTorzok Бывает На самом деле, вот вы не видели, вот до записи она, короче, я сзади подошла, она это услышала И у нее такая, вот эта вот часть, где есть голова, такая поднимается, главное, посмотрела назад, что там происходит, нормально вообще все Да ты сюда не влезешь, ты жирная А давайте-то проверим, влезет она сюда или не влезет Эгей Ну ладно Эй Ой Не влезет Да блин Почему дверь открывается в ту сторону? Я хочу, чтобы в эту открылась Ну ладно В общем, она в любом случае сюда не влезет О-о-о Спокуха, баба Эй, привет Йо-о-о Ой Психует Хе-хе-хе Блин, всадила две пули, не пойми куда Ну ладно А вот теперь точно на этой прекрасной ноте серию мы нашу завершим Всем спасибо за внимание, до скорой встречи Всем спасибо за внимание, до скорой встречи